Пенсионная реформа, которая сейчас задумана правительством, это новый способ грабежа населения. Причем грабятся все. Грабятся богатые, которые участвуют в накопительной системе, и грабятся бедные, которым изменяется пенсионная формула. Результат очень непродуманной политики правительства, про которую мы говорили много лет назад, когда проходила предыдущая пенсионная реформа, мы говорили о том, что нельзя сочетать накопительную и распределительную модель пенсий. Либо это распределительная модель, так называемая солидарная, когда старшим поколениям платят молодые и тем самым выполняют свой долг перед своими родителями. Или это накопительная модель, когда каждый за себя, каждый делает себе вклад в банки и так далее. Но если это накопительная модель, тогда государство должно стартово поделиться значительной частью своих богатств, потому что оно должно уравнять права людей более старшего возраста и более младшего возраста, потому что трудовая жизнь людей более старшего возраста прошла в тех условиях, когда этой самой накопительной системы не было. И, соответственно, их права на пенсию надо восстановить. То есть на их индивидуальные счета надо эти накопления, которые они реально делали в течение своей жизни, надо их вернуть. Государство на это не готово, в итоге рождается гибрид. Гибрид этот не жизнеспособен, он банкротится, и это вот то, что мы наблюдаем сейчас. И это в условиях, когда очень благоприятная на самом деле демографическая структура общества, потому что сейчас процент людей трудоспособного возраста самый большой за всю историю Российской Федерации. То есть сейчас самое большое количество людей, которое может отвечать перед старшим поколением его финансировать. В течение ближайших лет ситуация начнет ухудшаться. Если даже в нынешний момент времени система банкрот, то дальше будет становиться только хуже.